Я хочу представить вам пациентку с диабетом. У нее развился диабет в 1981 году. У нее другие сопутствующие заболевания, которые не имеют клинической значимости в данном случае. В сентябре, 22 сентября 2003 года она пришла ко мне в кабинет. Она принимала на тот момент метформин, инсулин и все. АД 135 на 85, ЧСС 68. И я не заметила никаких других отклонений от нормы при осмотре. У меня к вам сразу же первый вопрос. Рассматривали бы сегодня вы такого пациента с диабетом? Если бы вы осматривали, чтобы вы выписали такому пациенту помимо противодиабетических препаратов? Первый выбор. Ничего не назначили дополнительным. Второй. Назначили бы аспирин. Третий. Статин. Для того, чтобы ЛПН-П снизить до 100 мг процентов и ниже. И четвертый. Вы бы назначили статин и аспирин. Поскольку у нас нет интерактива, я попрошу вас просто поднять рукой. Кто из вас считает, что ничего не требуется дополнительно назначать? Никто. Поднимите руки те, кто считает, что нужен аспирин. Я вижу порядка 10 рук поднятых. Кто полагает, что ей требуется статин? Большее число поднятых рук – порядка 30. А кто полагает, что этой пациентке требуется и аспирин, и статин? Большинство из вас так считают. Я постараюсь ответить на следующих слайдах на этот выбор. Прокомментировать выборы. Первый слайд показывает течение сахарного диабета. Со временем вы начинаете фазу нарушенной толерантности к глюкозе. Затем развивается развернутая картина. И в этой фазе нарушена толерантность к глюкозе. Вы видите резистентность к гиперинсулиномии. Но нет никакой гипергликемии. Реальной гипергликемии у пациента с диабетом вы видите. Повышенную продукцию глюкозы печенью вы видите увеличение уровня постпрандиальной глюкозы в крови. И в конечном итоге увеличение уровня глюкозы натощак. Важность этого слайда вот в этом заключается. Микрососудистые осложнения диабета. Они, собственно говоря, имеют место еще до клинической манифестации сахарного диабета. То есть на ранних стадиях заболевания. Причина к тому, это очень сложный слайд. И вы, видимо, будете ненавидеть. Но я на основании всего сказанного дам вам очень простой месседж. Этот слайд показывает в центре гипергликемии инсулинорезистентность. Он показывает вам, что вот эта ранняя стадия диабета связана с нарушением коагуляционного каскада. Каскада коагуляции, который повышает риск тромбоза, артериального тромбоза. Показывает так, что дисфункция эндотелия, сосудистые воспаления ведут к гипертензии и увеличению риска тромбоза артерии. Вот здесь кардиомиопатия и диабета указана. Нарушение метаболизма жиров. Вы видите также увеличенную продукцию свободных жирных кислот из ЖК. И видите, повышенный уровень 3 глицеридов, сниженный уровень холестерина высокой плотности и увеличение ЛПНП. Вы видите нарушения в иммунной системе, которые тоже вносят свой вклад в увеличение риска артериального тромбоза. О пациентах с предиабетом и диабетом. Что говорят нам рекомендации Европейского общества кардиологов? В первую очередь, если у пациента риск низкий, не назначайте ему аспирин. В целом, при приличной профилактике не выписываем больше аспирина. Это слабая рекомендация. Класс 2Б вы можете назначить аспирин. Но уровень доказательности С – это экспертный консенсус. То есть, следуя неким рекомендациям, вы можете назначить. И, конечно, пациента высокого резкого назначаете в индивидуальном порядке аспирину. Мы более так не делаем на первичном уровне. При вторичной профилактике, а это не такой случай, да, при вторичной профилактике аспирин необходим. Почему это? Это так. Если вы дадите аспирин, вы снести риск тромботических осложнений на 15-20%. Эти 15-20% – это реальная цифра при первичной и вторичной профилактике. Но при первичной профилактике исходный риск значительно ниже, чем в случае вторичной профилактики. То есть, на каждый предотвращенный случай ишемии, да, вы имеете случай кровотечения. Это будет церебральное кровотечение, желудочно-кишечное. Поэтому, как вы видите, ассоциированный риск такого лечения иногда превосходит, риски превосходят пользу. Лечение статинами. Класс 1, уровень доказательства А. То есть, большинство скажет вам, что аспирин такой пациентке не показан или даже не нужно давать, но вы можете дать. Но всем пациентам с дебетом второго типа следует обязательно дать аспирин для того, чтобы снизить ЛПНП ниже 100 или 70 миллиграмм процентов, в зависимости от того, что у вас есть исходно. Другие факторы риска – это, конечно, органы мишени, налечат они или нет. И да, в случае нашего пациента, это будет рекомендация класса, 1 класса, уровня доказательства А. Таким образом, медикаментозное лечение пациента с диабетом. Если бы вы осматривали такого пациента сегодня с А.Д. 135 на 85, добавили бы вы к такому пациенту антигипертензивное средство. Первый ответ – нет, не стали бы назначать. Второй ответ – блокатор кальциевых каналов. Третий вариант – бета-блокатор. Четвертый – диуретика, пятый – ингибитор АС. И ингибитор ангиотензиновой системы, начиная с ингибитор АПФ. Кто не назначит ни одного препарата антигипертензивного? Поднимите руки. Есть несколько рук поднятых. Кто назначит вторую опцию – блокатор кальциевых каналов? Никто. Бета-блокатор. Третий вариант – диуретик, ингибитор АС. Итак, большинство проголосовало за пятый вариант. Какой же ответ у нас? А вот такой ответ. Антигипертензивные препараты оказывают влияние на инсулинорезистентность. Отрицательное влияние, индуцированные и диуретиками, и бета-блокаторами. Поэтому будьте очень осторожны, когда вы комбинируете диуретики и бета-блокаторы. Вот такой пагомный эффект бета-блокаторов на нарушенная способность к расширению сосудов, мышечной стенки сосудов. Они наблюдаются, если вы назначаете третье поколение бета-блокаторов. Вас задали парвидилол, например, и мипидолол. Нейтральное влияние у блокаторов кальциевых каналов. И преимущество, получается, снижая инсулин резистентность и улучшая контроль гипергликемии или гликемия. Это АРА или БАР и ингибитор АПФ, что было показано в последней корвидилоле с использованием в дополнении к ингибиторам. Вот пациент с диабетом и артериальной гипертензией получает такую терапию, если диастатическое давление 85 и выше, не ниже. Почему? Потому что в исследованиях, где старались снизить риски, ассоциированные у диабета, показано, что назначение антигипертензивной терапии, наоборот, риск увеличивает. Таким образом, такой пациентке не следует назначать антигипертензивную терапию. За исключением ситуации, если у нее есть микроальбоминория, тогда мы назначим ингибитор АПФ, чтобы снизить микроальбоминорию и отложить дальнейшее усугубление функций почек. Я покажу один из слайдов, чтобы посмотреть на информацию внизу. Она вернулась ко мне от терапевта, поскольку у нее одышка развелась и дискомфорт в грудной клетке. У нее пока что только одышка, не ИПС, но у нее все-таки дискомфорт в ночи развивается. Мы решили, что это атипичная стенокардия. Поскольку у нее длительно течет диабет второго типа, в этом случае, конечно, у пациентки здесь сосудистые риски повышены. Вы видите, четвертую таблицу 2013 года, рекомендации европейского общества. Что она говорит вам? Типичная стенокардия должна включать три основных характеристики. Первый аспект или характеристика – это дискомфорт загрудиной, соответствующего качества, продолжительности, чувство тяжести в груди, которые провоцируются физической нагрузкой, стрессом эмоциональным и контролируются нитратами в течение минуты или отдыхом и не персистируют доли нескольких минут. Атипичность стенокардия. Здесь присутствуют только две характеристики, высшезначенные, или ни одной. И вот вы видите, у нее дискомфорт во сне и одышка при физической нагрузке. Вы знаете, что одышка у пациентов с диабетом может быть признаком стенокардии. Пожалуйста, будьте внимательны. И мы рассматривали, стали рассматривать этот случай, как атипичность стенокардии. И нам сейчас нужно... Какая вероятность коронарного стеноза у такой пациентки? Вот здесь функция возраста и пола показана, и функция типа стенокардии. Вот у этой пациентки конкретная атипичная стенокардия, ей 50... Возраст 50-59, то есть вероятность коронарного стеноза 20%. Но у нее повышен риск сердечно-сосудистой из-за сахарного диабета, поэтому я полагаю, что эти 20% недооценивают ли ее риск. Коронарного стеноза и риск, вероятный до выполнения тестов, как минимум умеренный от 50 до 60, или средний риск, да? От 50 до 60%. Это, знаменитый слайд Байса. Он очень прост, но немножко нужно подумать над ним. Вероятность заболевания до выполнения диагностических тестов. Это вероятность от 0 до 100, вот здесь. Вы видите пациента, у вас есть пациент с нулевым резком, 25-летняя женщина, например, с атипичными жалобами, а справа, а другая крайность, и другая крайность. Это пожилой мужчина, который курит, у него гипертензия артериальная, у него очень типичные жалобы, да, на лечество. В первом случае женщина с атипичными жалобами, молодая, и вообще не нужно тесты нагрузочные выполнять или пробовать нагрузку. Если вы выполните нагрузочные пробы, они будут отрицательные, но вы знаете, это не изменит ваши по-лицки. А если они положительные, то тогда проблема стрепполяризации, все-таки здесь вероятность стеноза очень мала. А здесь высока вероятность положительного результата. С другой стороны этого графика, да, вы видите типичные жалобы. И если нагрузочные пробы будут отрицательными, тем невероятность коронаростеноза очень высока. И это не изменит вашего отношения к пациенту, вашей политике. То есть вероятность очень высока, и нагрузочные пробы не требуются. Где требуется выполнение проб у пациентов с промежуточной вероятностью в этой области? Потому что здесь нагрузочные пробы будут положительными, это высокая вероятность, и отрицательные результаты – это низкая вероятность. Однако определит, поможет понять вам, что делать далее с пациентом. Какую же нагрузочную пробу вы выполните, например? Или какие диагностические пробы? Конечно, первое – это будет беговая дорожка, да, нагрузочная проба. Второе – вы будете использовать радионуклиды при выполнении нагрузочной пробы. Третье – нагрузочная проба и эхо, или магнитный резонанс. Третье – фармакологический стресс-тест с радионуклидами. И третий – фармтест с эхо- или магнитным резонансом, кардиомагнитным. Я хочу спросить у вас, что бы вы назначили вашему пациенту? 1, 2, 3, 4, 5. Кто поднимет руку за простую нагрузочную пробу? Кто за то, чтобы нагрузочную пробу плюс визуализацию? У большинства вообще нет мнения, похоже. И вы правы, это не так просто, конечно, решить. Что бы предложил я посмотреть на то, что нам следует делать в этом случае по существующим рекомендациям? Вы видите, если у вас пациент со стенокардией, то нужно исключить случай нестабильной стенокардией. Если это стабильная стенокардия, СССР, требуется ЭКГ, биохемия, эхо в покое и радиорентгенограмму грудной клетки у отдельных пациентов. И если фракция выброса нормальная, то у вас очень низкая вероятность. Если положительный результат, то, пожалуйста, отрабатывайте дополнительные диагностические модальности. И вот здесь доп. тестирование в новых рекомендациях. Это нагрузочные пробы ЭКГ. Но стресс-тестирование с визуализацией предпочитается, если у вас, собственно говоря, есть для этого средства необходимое диагностическое оборудование. Это означает, что нагрузочная пробы неплоха, конечно же, но нам хотелось бы в дополнение иметь результаты визуализационных методов. Здесь вы видите рекомендации, каково они есть на сегодняшний день. Вы видите 1B для нагрузки и ЭКГ. Второе. Стресс-пробы и визуализация рекомендуется также, если у вас есть соответствующее оборудование в центре, в клинике. И причина в том, что вот в этой таблице эхо и нагрузка, если есть патология, указывающая на ишеме, это замечательный тест, потому что у него очень высокая специфичность. Но чувствительность нагрузочной пробы плюс ЭКГ очень низка. Это означает, если вы полагаетесь на результаты исследования для того, чтобы исключить ИПС, вы можете обмануть себя. Рекомендация говорит, если у вас есть изменение нагрузочного теста и вы выполните коронарографию, то вы увидите поражение трех сосудов. Поэтому визуализация дает гораздо более высокую чувствительность 80-85 и сравнимую специфично. Поэтому, конечно, визуализация – это метод выбора. Если у вас не столь широк диагностический диапазон, то стресс-эхо – наилучший метод. КТ – это хорошая альтернатива или нет? Ответ, конечно же, нет. КТ даст вам увидеть кальцинаты, но не даст никакого диагностического ключа. Ведет ли к ишемии сужение сосудов или нет? Кардио-КТ используется в некой нише для того, чтобы исключить ИПС у пациентов с низким и средним, либо промежуточным риском. Например, вы в отделении неотложной помощи оказываете, осмотрите пациентку среднего возраста с некоторыми жалобами, вы типичными, а типичными, у вас все еще остаются сомнения. Тогда после осмотра вы выполняете КТ. Если у них нет кальцинатов, то у вас очень высокая отрицательно-предиктивная значимость этих результатов или вообще ее жалоб, несмотря на данные КТ. Но у пациентов высокого риска с кальцинатами, начиная с определенного уровня кальцификации, например, этот метод уже бесполезен становится. Поэтому это нишевые показания, очень узкие, не более того. Итак, мы выполнили пробу с нагрузкой, потому что, да, мы в тот же самый день. И я заподозрил, действительно ли одышкой запускается нагрузка. Я три раза сам выполнял, я на 10 лет старше нее. Тест прервали из-за тяжелой одышки. У нее тяжелая одышка 3 минуты длилась, и депрессия зубца СТ, сегмента СТ. А это означает, что у этой женщины типичные изменения были, но они манифестировали себя одышкой, связанной с нагрузкой, а не как с тенокардией. Диабетики могут не чувствовать боли из-за периферической нейропатии. После этой нагрузочной пробы мы знали, что у нее есть тенокардией. И как только вы установили, что есть тенокардией, вам надлежит сделать следующий шаг. Следующий шаг – это стратификация риска. Стратификация риска. Не для того, чтобы знать, есть или нет заболеваний. Мы уже установили, что есть тенокардией. А вам нужно знать, это риск низкий, средний или высокий. Потому что это определит, что мы будем делать далее с этой пациенткой. Мы можем оценить. Оценивать симптомы, риск оценить по симптомам, самочным заболеваниям. Мы можем оценивать функцию желудочков, эхография обязательно. Если фракция нормальная, если ГЛС нормальная, это помогает стратификация риска после грузовой нагрузки распространенности с тишемией миокарда. И последний момент – это стратификация риска по анатомии. Есть ли у нее какие-то анатомические риски, максимальный отдел нисходящей, левой передней нисходящей артерии. Или в лечении трех сосудов. И вам обязательно нужно оценить тяжесть на кардеве. У некоторых на кардеве развивается во время джоги, пробежки. У них будет поражение крановых артерий, но не в тяжелой степени. В то время как у этой женщины одежка наступает при незначительной физической нагрузке. По канадской классификации – это третий класс. Кроме того, возраст, диабет, гипертензия, курение, повышенный уровень холестерина – также не являются дополнительными факторами риска. Но тест с нагрузкой – это не черное-белое изменение, на КГ нет изменений. А вы смотрите толерантность к нагрузке. У этой пациентки снижена толерантность к нагрузке. А вы смотрите, как реагирует артериальное давление. Если оно поднимается в начале нагрузки и снижается после, то это означает, что в конце этой пробы сердце работает как полагается, а сердечный выброс снижается. Это означает, что у него тяжелая ишемия очень. И тогда у нас изменение на ЭКГ, индуцированная нагрузка. Мы должны видеть, как они выражены, как долго длятся. В Штатах, но не в Европе. Мы используем специальную шкалу. Мы не используем и только шкалу, а не саму беговую дорожку. Но это валидированная шкала. А вы видите, здесь третификация риска с помощью тестирования. Он выполняется нагрузочной пробой. Определяется низкий, средний, высокий риск. И визуализация ишемии. Посмотрите вот сюда. Если у вас более 10% ишемии левого желудочка при выполнении фарм-теста или нагрузки, это означает, что у пациента выражена ишемия, ишемия, которую следует обязательно корректировать. Если у вас лишь небольшая область 3-4%, то наиболее вероятно дистальный стеноз боковой ветви не приведет к летальным или фатальным осложнениям заболевания. Терапевтические опции будут различными. На прошлом слайде продольная деформация миокарда была, как ГЛС. Коронарное КТ также помогает статифицировать вам резким. И вот здесь статификация, таблица статификации, которая приводится в рекомендации. Что вы здесь видите? Вы подтверждаете диагноз. Выполняете диагностические пробы дополнительные, а затем уже различаем. Должна разница между низким, средним и высоким риском. Если это низкий риск, то оптимальную фармакотерапию назначаете этим пациентам. И коронарная ангиография назначается, если эта терапия недостаточна. Если пациенту высокий риск, то безо всяких обсуждений выполняете пациенту коронарную ангиографию. И если у пациента промежуточный риск, тогда оба варианта допустимы в зависимости от предпочтений пациента, а также в зависимости от точки зрения врача или решения. Давайте продолжим. У пациента АДЭшка, который диагностировали как стенокардии 3-го класса, ей назначили низкую дозу аспирина, 160 мг. Ранее, сейчас мы 80 назначим, бисепрол 5, и стронцевые нитраты. На следующий день она прошла коронарную ангиографию, и стынос на 75% коронарного ствола. И никаких других вариантов инструкций. Ей провели хирургическое вмешательство, пластику коронарного ствола основного, венозным лоскутом. У нас был очень хороший хирург, в то время эксперт. Она посоветовала дать клопедагрель на длительное время назначить, для того чтобы представить стеноз вот этого оперированного сегмента. У этой пациентки гладкий пост-ПО-курс был, и период наблюдения без событий. И проводили перфузионные тесты с радионуклидами каждые 4 года, для того чтобы вовремя избежать тристоноза. В 2013 году прооперировали по поводу аденокарциномы, и ее терапия клопедагрель, симостатин, метформин, инсулин, и периндоприл, как гипидропеев, поскольку у этой пациентки была невыражена микроальбоминурея. Она вернулась ко мне 17 декабря 2013 года, более полутора лет назад. Это было обычное наблюдение, она хотела уехать на каникулы рождественские. 156 см, 62 кг, МТ-25, окружность стали 90, слегка завышена, низкая АД, 111,54, но она не жаловалась. Стабилизированная болезнь почек, норма по сердечно-сосудистым функциям. Давайте посмотрим. Нормальный гематокрит, гемоглобин. Немножко низкий может быть гемоглобин. Натрий калий нормальный. Глюкоза натощак 164 г. Гликированный гемоглобин 8,70 или 72 микромоля, это милимолин. Холестерин 146, низкая плотность 56, высокая плотность 49, 3-глицерин 204. Больше нет микроальбоминурея. Нормальный креатинин и клиренс также, что означает, что у нее нормальный ЭКГ, синусовый ритм, нормальное расстояние между зубцами П и Р. На положительные в первом, в третьем, в втором грудных отведениях малый КРС комплекс, нет пиков КУ. То есть нормальный ЭКГ, полная нормализация. Каковы вы будете рассматривать целевой уровень общего холестерина у этой пациентки? 130, 115, 180 или 70? Какого уровня вы захотите достичь? Я упрощу вашу задачу, дам два выбора. Третий выбор вы проголосуете, или пятый выбор. 100 мг или 70? К чему вы будете стремиться? Кто поднимет руки за менее чем? 100, поднимите. Кто поднимет руки за менее чем 70 мг? То есть большинство у вас голосует за пятый выбор. И это то, о чем нам говорят рекомендации последние. Прежде чем по тех рекомендации, я хочу сказать, гликированный гемоглобин должен быть менее 7, не ниже 7, до 7. Потому что гипогликемия – это очень плохое состояние. В плане ассоциированных осложнений сердечных сосудей мы должны избегать гипогликемии. И у пациентов с развернутым диабетом следует выдерживать указанный уровень гликированного гемоглобина. За исключением пациентов с молодого возраста, низким риском, недавним началом диабета. У пациентов пожилых мы требуем более высокого уровня. Это означает, что мы индивидуализируем уровень контроля диабета, потому что это так важно в избежании микрососудистых осложнений. И наилучший способ или путь лечения пациентов с диабетом – контролировать уровень холестерина и артериального давления. Что мы делаем на сегодняшний день? Это многоуровневое лечение диабета. Это контроль гликемии, контроль тромбоцитов, контроль липидов, контроль артериального давления. Требуется контролировать все факторы. В частном случае у этой пациентки АД, уровень липидов и тромбоцитов или коагуляции были нормальными. Но субоптимальный уровень контроля АД. Посмотрите. Тест нагрузочный сравним с тем, что было ранее. Видите, ЧСС, 135, никаких жалоб. Посмотрите. Здесь увеличилось систолическое давление во время упражнений до 180 – это норма. Я полагаю, что диастолическое не изменилось, что также нормально. Во время нагрузочной пробы разница между систолическим и диастолическим давлением увеличивается ввиду увеличенного выброса. То есть увеличивается также ЧСС, конечно. Вы видите линейное увеличение нарастания ЧСС во время нагрузочной пробы. Вы видите электрокардиограмму на пике выполнения пробы. И вы замечаете здесь, что депрессия на 1 мм сегмента СТ. Сохраним горизонтальности, никакой жалобы на дышку. Но год назад у нас не было такой картины при абсолютно сравнимых параметрах теста. Таким образом, мы видим, что метод высоко специфичен. Что мы решили? У этой пациентки все-таки снова развился коронарный стеноз. И нам требуется провести ангиографию по очень простой причине. У нее была проведена пластика основного ствола. Что вы делаете? Маркус говорил о защите почек во время ангиографии. У пациента с диабетом встает вопрос, следует ли отменять метформин до проведения ангиографии. Мы делали так на протяжении 20 лет и более так не делаем. Мы продолжаем давать пациенту метформин половинную дозу с утра, чтобы избежать гипогликемии. И затем мониторим почечную функцию. Если она скомпрометирована, то мы отменяем метформин на пару дней до восстановления почечной функции. Функции бочек, простите. И вот здесь вы видите ангиография. И эксперты подтвердили, что основной ствол, левый коронарный, выглядит замечательно хорошо через 10 лет после пластической операции, после пластики. Но где же проблема возникает? Моя проблема справа теперь. Вы видите критический стеноз, сужение проксимальной огибающей артерии, проксимального отдела техники. В самые последние минуты сделали невероятную работу, чтобы вы могли увидеть. У него очень хороший хирургический исход пластики коронарной артерии, основного ствола. Но, к сожалению, у него субокклюзия буквально. Более 90% в двух проекциях, как сказали специалисты, это выраженный стеноз, очень тяжелый, в проксимальных отделах огибающей артерии. То есть, заболевание одного сосуда, по сути. Какое лечение вы бы предпочли? Вот это оптимальная терапия медикаментозная, ЧКВ или АКШ? Кто проголосует за медикаментозное лечение, консервативное? Это поражение одного сосуда, проксимальный отдел, да? А кто будет голосовать за ВКШ, пациента с диабетом? Да, несколько человек, все-таки за. А кто сторонник АКШ? Итак, большинство выступает за ВКШ. ЧКВ. И давайте посмотрим, что нам нужно делать. Что такое коронарный стенон? 50% считает, что это ишемия, более 90% это 2 ангиографических аспекта, или РРП, меньше 80%. Что для вас важно? Что главная идея? Черезкожная или АКШ? Если у вас с болезнью одного или двух сосудов проксимальная ЛАДИ, и тогда, если проксимальный ЛАД, левый приз нисходящий, то вы, конечно, можете присоединяться к группе хирургов, а если это стеноз, то вы можете обратиться к шкале синтекс, если это высокая или средняя степень риска, конечно, АКШ. У диабетиков, как мы знаем, лучше зарекомендовано АКШ. И прежде всего, нужно отдавать себе отчёт, что даже у диабетиков, если вы исключаете серьёзные анатомические дефекты, нужно выбирать оптимальную медицинскую терапию. И если есть случаи стенокардио-диабетика, то нужно проводить лучше всего, конечно, такую консервативную терапию. Мы должны видеть, что большинство пациентов, которым необходима ревоскулиризация в периоде наблюдения, 58% таких пациентов не нуждаются в ревоскулиризации, это экономит и деньги, и время, и позволяет лечить стенокардию консервативную. Исследование Фридом решало вопрос о том, что более необходимы диабетикам АКШ или ЧКВ. Был проведён сравнительный анализ. Давайте посмотрим, что же нам говорят руководства, что предпочтительно. Это, конечно, всего лишь рекомендация. АКШ рекомендуется пациентам с сахарным диабетом в сложных ситуациях, с умноженным поражением сосудов. ЧКВ может рассматриваться как альтернатива у пациентов с диабетом, с менее повреждёнными сосудами. И в данном случае не рекомендуется. Что мы делаем? Имплантируем стенд. Это уже стенд в раздутом виде. То, что мы видим слева, а с правой стороны результат огибающей артерии хорошей гемодинамикой. Это означает, что миокард находится в хорошем состоянии. Я осматривала эту пациентку две недели назад, после фармакологического стресс-теста, что не являлось необходимостью. Ей делали просто полную замену коленного сустава, ей необходимо было сделать общее обследование. Я пока не знаю, сколько времени осталось, но давайте посмотрим. У нас уже 5-10 минут на дискуссии. Уважаемый профессор, спасибо большое за сообщение. У меня вопрос. В данном случае при стенозе ствола левой коронарной артерии исходно выполнили шунтирование. Затем в динамике у пациентки развивается единственный критический стеноз. Вопрос вот в чем. Если бы у этой пациентки все-таки было несколько поражений, как часто у вас делается повторное аортокоронарное шунтирование? Вопрос такой. Вопрос очень элегантный. Если бы у пациентки было более чем одно поражение сосудов, если бы у него было заболевание двух и трех сосудов, я думаю, что нужно было бы всей кардиокомандой это обсудить с участием хирурга, с диабетолога, клинического кардиорга. Все вместе должны были это обсудить. И мы бы тогда решили повторить Акаше. Причина, по которой мы должны бы это сделать, довольно просто сделать, это прежде всего, пока мы не используем никаких грудных артерий. Они в данном случае у пациентки еще в наличии. И мы можем провести очень хорошее вмешательство, улучшить ее результаты, конечные, улучшить качество жизни. Если в этом прямом, максимальном сегменте его очень легко, конечно, поставить через кожное вмешательство, если нет, попытаться Акаше повторить его. Добрый день. Большое спасибо за прекрасный доклад. У меня вопрос клинический, тоже можно сказать. Если поступает пациент, ну, к примеру, с двухнедельным инфарктом, которому отсрочно поставили диагноз, сделали исследование, ангиографию, и выявили окклюзию ПМЖВ, скажем, в максимальной трети, другие сосуды без гемодинамически значимого поражения, стоит ли восстанавливать такой сосуд, учитывая, что клиники никакой больше нет, известна фракция выброса, то есть клинический пациент протекает стабильно, стоит ли восстанавливать сосуд в такой ситуации? Спасибо. Конечно, этот вопрос нужно было бы Марку отдать, но тут легко понять. Вопрос такой, если бы у нее был инфаркт за две недели, если бы у нее была окклюзия артерии, нужно ли было восстанавливать кровоток в окклюзированной антели? Ну, должны были действовать нашим руководством по рискалиризации, нам нужно лечить ишемию, а не восстанавливать кровоток в этом наружном сосуде. Если нам нагрузочный тест показывает, что у нас осталось очень, у нас большая, большой участок поражен ишемии, но это очень важный участок, если нам не нужно строить мост в пустыне, если там ничего нет. Такой был вопрос, это был проблем. Несколько лет тому назад было проведено элегантное хорошее исследование в Нью-Йорке показывает, что раскрытие этой артерии было выполнено, но было доказано, что больших преимуществ такая операция не даёт. «Музыка» «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok